Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футболу Т-Жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за Ювенту. Сегодня у нас начинается апрель месяц уже в карьере. И матч против Миланы в чемпионате, и также матч в чемпионате против Беневенто. Итак, Марио Манджукич и Крещано Роналдо лучшие бомбардиры клуба, ну и чемпионата Италии. Сегодня у меня выйдет против Миланы первый состав, вот в таком наличии игроков. Ну и давайте посмотрим на этот интереснейший матч. Итак, вот он Паула Дебала, готовится как никто. Он сейчас самый высокорейтинговый игрок в клубе. Не считая, конечно, Крещано Роналдо, у него рейтинг чуть-чуть падает из-за возраста. Но все-таки Паула Дебала хорошо прогрессирует. И посмотрим, как сегодня сыграет Ювентус. И Бануччи нарушает правила. В руку, скорее всего, мяч попадает. И пенальти уже на четвертой минуте Леонардо Бануччи. Сейчас мы посмотрим этот момент против Манджукича. Вот он толкался. И, да, сыграл рукой против своей бывшей команды. Ну и к мячу подойдет, наверное, все-таки Марио Манджукич, так как он лучший бомбардир. И практически, можно сказать, именно он заработал этот пенальти. Поехали. Ух, как же сейчас отбивает. Я сначала бил именно вправо, но в последнюю секунду поменял решение. Правмированный все-таки Гаррет Бэйл. Но это только здесь почему-то значок показан. На фамилии нет. И есть Марио Манджукич. Автор первого забитого мяча в этом матче. 1-0. 23-й забитый мяч в чемпионате Италии от Марио Манджукича. Здесь хорошо получил он мяч. Заходит в штрафную. И вот так вот левой ногой в ближний угол. Не с первой, так со второй попытки. Манджукич не с пенальти, так с игры. Забивает гол в ворота Милана. И 2-0. Ювентус выходит в хорошее преимущество. 2-0. Очень здесь хорошо Дуглас Коста. Попадает в штангу и забивает. И это 2-0. Четвертый гол. Бразильца в чемпионате. И Марио Манджукич. Счет 3-0. Разгромный счет. И Ювентус близится к отметке в 100 забитых мячей за один сезон в чемпионате Италии. Сейчас, если я не ошибаюсь, 91 мяч забил Ювентус на данный момент в чемпионате Италии в этом сезоне. Все. Разгромная победа над Миланом. Ювентус одерживает победу. 3-0. Марио Манджукич лучший игрок матча. 2 забитых мяча на его счету. Итак, проведем тренировку. Немножко Александр Зинченко прокачался. Нам пришло 3 сообщения. Говорит, был на 3 недели травмирован. Павел Дебала нас благодарит за то, что мы ему дали шанс и сыграть. Ну, теперь не знаю, кто у нас заменит. Если в первом ставе, то это и заменит Бернардески. То я не знаю, кто во втором заменит Бернардески на этой же позиции. Тем более у нас сейчас еще матч в Лиге Чемпионов. И надо думать, даже если мы сюда поставим Бернардески, переходим в тот состав и убираем оттуда Бернардески. И кто тогда у нас будет играть. Итак, есть у меня небольшое решение. Может быть, это... Сейчас мы посмотрим. Почему бы нам бы Зинченко не попробовать слева? Хоть он и ЛФЗшник, Коноплянка, ФРВшник. Ну, давайте попробуем Зинченко справа. Как раз он левоногий, на правом фланге. Я думаю, ему неплохо будет. Вместо сюда и сюда мы ставим Дешилью. Вот так. Может быть, что-нибудь от этого и получится. Просто мне интересно посмотреть на Зинченко в нападении. Он у нас один раз уже отличился. И сейчас мы на него как раз и посмотрим. И нам надо заменить Гаррета Бейла. Итак, Алисон будет сегодня играть. Мы его переместили во второй состав. Посмотрим. Потому что, честно, неплохо. Отыграл насухо против Милана, который идет на третьей строчке. И посмотрим мы, как теперь сыграет Алисон. Потому что в первом составе он не очень-таки играл. Итак, чемпионат Италии. Матч Ювентус-Беневентус. Точнее, Беневенту-Ювентус. И сегодня очередная игра Ювентусов, в которой они будут стараться забить как минимум три мяча. Ведь они близятся к отметке в 100 мячей за один сезон в чемпионате Италии. И 1-0. Вот так вот сразу упала Дебала. Вышел и забил. Забивает Дебала. 1-0. Ювентус уходит вперед. Не по игре счет. Это точно. Беневенту контролировал игру. Ну, вот эти три замены. Можно сказать, читерские замены. И Дебала с такой дальней дистанцией, своей рабочей ногой. просто хорошим и мощным ударом забивает гол. На это и надеялся я, когда выпускал Паула Дебала. Это его седьмой гол. На это и идет все-таки расчет. Да, так я и сказал. Все идут они в нападение. И вот так вот Алисон в ближний угол пропускает, а Сандро забивает свой дебютный гол. Ну, все, наверное, теперь уже все. Все, ничья против Беневенту. Вот этот, наверное, счет все-таки будет по игре. Беневенту контролировал игру. Много было ударов у Ювентуса, но с Творта по равным. И теперь мы будем все-таки смотреть. Сейчас получил ли все-таки травму Алексей Миранчук. И это будет третья травма у Ювентуса уже. Скорее всего, он получает ее. Все, наверное, надо выздоравливать, а Миранчук получает травму на три недели. Итак, не знаю, что нам теперь делать с составом. Но раз Роналду выздоравливает, я не знаю, получится ли у него сыграть. Я, наверное, все-таки все равно не выпущу в матче против Манчестера. Как минимум еще две игры, он должен отдохнуть. Ну и вот он. Конечно, я могу поменять Роналду. У него теперь уже рейтинг 92. Все-таки, наверное, лучше Зинченко возьму. Вот таким составом мы, если и сыграем, то здесь нам, наверное, все-таки придется возвращать Манджукича. И вот так вот нам придется играть. Я не знаю, что нам делать. Либо сразу, с первых минут, выпускать Манджукича, либо Крещену Роналду. Наверное, все-таки Роналду нам придется выпускать. Надеюсь, что все обойдется и не получит он повторное повреждение. Но нам больше ничего и не остается. Роналду еще и лучше бомбардир. Ему стоит бороться дальше. В следующем выпуске у нас матч против Манчестера дома и против Самбо Дори тоже дома. Ну и потом два топ-матча. Это МЮ в гостях и Наполи дома. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и ставьте лайки. Колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики, которые выходят у нас каждые два дня. С вами был Андрей Хорьев и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!